В нашем эфире новости смотрите в этом выпуске. В Омске поставщики тепла останутся без газа из-за долгов. С 1 июня компания «Газпром Межрегионгаз Умск» прекратила подачу газа девяти теплоснабжающим организациям, расположенным в Павлоградском, Русскополянском, Горьковском, Нововаршавском, Таврическом, Омском, Азовском и Кормиловском районах. Общая сумма долга омских теплоснабжающих организаций перед «Газпромом» на май составила более 400 миллионов рублей. Это примерно 45% от общей задолженности всех категорий потребителей в регионе. В Омске стала снижаться активность клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов насекомых обратился 2221 человек, в том числе 731 ребенок. Однако активность клещей сейчас снизилась. За последнюю неделю зарегистрирован 221 случай присасывания. Наиболее активны клещи в сельской местности, однако в городе их тоже немало. В Омске с жалобами на укусы клещей обратились 803 человека, в том числе 220 детей. Больных инфекциями, передающими себя клещами, пока не зарегистрировано. В Омске будут судить бывшего генерального директора Крутогорского нефтезавода Семена Масленкова. Его обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. В течение двух лет Масленков уклонился от уплаты акцизов с предприятия на сумму 445 миллионов рублей. Для этого он включил в первичные бухгалтерские документы и налоговые декларации заведомо ложные сведения об объемах производства и реализации подакцизных товаров и продукции на необлагаемые акцизом. Генеральный директор Крутогорского нефтезавода, заведомо зная о видах нефтепродуктов производимых заводов, а именно дизельного топлива прямоугонного бензина, по документам отражал, что заводом производились безакцизные продукты, а именно топливо мощное, водовое и бензин газо стабильный в марке «Тяжелый», которой не обладает акцизом. По сути, производил акцизные продукты, которые реализовывали в адрес организации, которые использ совtim как дизельное топливо, прямоугонный бензин. В ходе производительного расследования был проведен область жилища Масленкова, в ходе которого были обнаружены денежные средства в суде 2 миллиона рублей, на которые в последующем был наложен арест. Также в ходе следствия установлено, что Масленковым был зарегистрирован имуще на имя его супруги, а им автомобиль Ланкрусов, гаражный бокс и долю в двух квартирах. На данный имуще также был наложен арест. Решать дальнейшую судьбу Масленкова будут в Октябрьском районном суде. Детские мечты о профессии сбываются у 9% россиян, выяснил исследовательский центр портала Суперджоп. Самыми целеустремленными оказались врачи, учителя и водители. Именно среди них обнаружилось наибольшее число тех, кто работает именно по той специальности, о которой мечтал в детстве. Больше половины врачей, 56% с юных лет, хотели посвятить себя именно медицине. Твердо следовали избранному в детстве пути треть учителей и каждый пятый юрист. Представители обеих этих профессий в юности задумывались о том, чтобы стать актером, артистом, певцом или танцором. На сцену стремились 7% нынешних юристов и каждый десятый учитель. 12% и 14% соответственно хотели стать врачами. В детстве я очень любила рисовать, безумно рисовала своих игрушечек. Но потом пошла дальше учиться также в этой сфере, это специальность реклама. Отработала в полиграфии и сейчас работаю в творческом магазине. Свои специальности очень мне нравятся. То есть моя мечта от детства сбылась. Я хотела стать врачом, чтобы помогать людям, чтобы никто не болел, спасать детей в Африке. Но у меня не получилось, теперь я экономист. Нет, даже не пыталась. Думала, думала, потом подросла чуть-чуть, поняла и пошла на экономиста. И все получилось. Конкретной мечты никакой не было, на сцене выступать хотела. Не получилось совсем, не в той области я сейчас работаю. Это не мечта, наверное, а так чисто тяга Петей на сцене выступать. Почему не получилось? Ну просто, наверное, нет таких талантов и склонностей реально. А работаю медицинским представителем. Хотел крановщиком автомобильного крана. Отучился. Работал крановщиком башенного крана. Строить нравились замки из песка в детстве. На самом деле юрист, кем хотелось стать в детстве, честно не помню. Наверное, тоже юристом. Не знаю, потому что гуманитарный склад ума. Хотела стать животноводом или зоотехником, но потому что забалило домашнее животное. Стала ветеринаром в итоге. Было дело. Сейчас не работаю по профессии. Второе высшее получила. И, в принципе, было дело и совмещало. То есть управленческое дело у меня было. Ветеринарии именно. Но ушла уже оттуда. Низкий доход, к сожалению, в сельское хозяйство в Омске не особо ценится. Пока работала ветеринаром, мне было очень интересно эта работа. Хотела. Вообще занималась фигурным катанием. Хотела заниматься. Фигуристкой хотела стать. Почему не получилось? Наверное, потому что родители вовремя в свое время не поспособствовали. Они туда отдали. Вообще работаю дома на себя. Партнер-дизайнер. Занимаюсь любимым делом. Лето 2016 года будет жарким. Осадков ожидается немного. Такой долгосрочный прогноз погоды дали гидрометцентры России. Синоптики предупреждают, что в июле и августе во многих регионах страны придется вводить пятый, самый высокий класс пожарной опасности. В целом, синоптики прогнозируют, что температура воздуха в летний период будет около или выше нормы. Избытка осадков не ожидается. Отметим, что в Омск области уже в апреле стояла аномальная жара. Сейчас, после короткого периода, понижение температуры в регион придет настоящее лето. В России повысили пенсионный возраст, констатирует московский комсомолец. Начать чиновники решили себя. Повышаться планка будет постепенно. Ежегодно на 6 месяцев для мужчин ее доведут до 65 лет, для женщин до 63. Сходные рецепты пытаются выписать для всех остальных граждан министр финансов Антон Сивуанов и глава Минэкономоразвития Алексей Улюкаев. Зампредэкономического совета при президенте Алексей Кудрин давно предлагает довести пенсионный возраст до 65 лет. Однако против явно непопулярной меры неожиданно выступил помощник президента Андрей Белоусов. Он предупредил, что чем позже работники будут выходить на заслуженный отдых, тем больше будет безработица до 10 миллионов человек к 2025 году. Дело в том, что российской экономике не выжить, если не будет обеспечен ежегодный рост в 4%. А это возможно лишь при скачках производительности труда в год на 5%. Последний и так приведет к массовым увольнениям. А когда ветераны не освободятся из рабочих мест, молодежи некуда будет устроиться. При этом еще и пенсии не вырастут. Безработных тянут к черте бедности, пишет коммерсант Минтрут. С 2017 года планируют переформатировать систему выплат пособий по безработице и на 60% до 8 тысяч рублей повысить максимальный размер выплат. Дополнительных денег из бюджета законопроект не требует. Более 40 миллиардов рублей, которые тратятся в год на выплату пособий по безработице, будут, как предполагается, перераспределены внутри системы. Министерство сведет баланс за счет сокращения срока выплат пособий с года до 6 месяцев и ужесточения условий получения выплат. Пособия будут выдавать только тем, кто стал безработным не более года назад. В размере, по крайней мере, сравнимом с пенсионными выплатами и прожиточным минимумом, пособие может обрести социальный смысл. Но если это произойдет, бюджетные расходы сильно вырастут. Минздрав предложил ввести в Россию обезличенные пачки сигарет, так, чтобы продукция табачной компании визуально не различалась. Такая упаковка может появиться уже через год-два, пишет ежедневная деловая газета РБК. Представитель министерства подтвердил, что такое положение есть в проекте концепции борьбы с табаком на 2016-2020 годы, который будет направлен в другие ведомства и опубликован для общественного обсуждения. На пачках сигарет не должно быть ни логотипов, ни других изображений, ни даже названия производителя. В случае поддержки этого предложения сохранятся лишь названия марок, написанные единым шрифтом, пишет издание. Сейчас ограничения, подразумевающие унификацию сигаретных пачек, действуют только в Австралии. Там и соответствующий закон был принят в декабре 2012 года. С конца мая аналогичный запрет начнет действовать в Великобритании. Причалу бывшего Омского речного вокзала решили уничтожить, пишут коммерческие вести Росимущества. В скором времени начнут проверку береговой зоны на этой территории, чтобы решить дальнейшую судьбу старинных причалов. Соответствующий лот проектно-изыскательной работы причала на площади Бугольца появился 30 мая на сайте госзакупок. Цель работы – обследовать причальные сооружения вокруг территории речного вокзала и оценить их техническое состояние. По результатам проверки должен быть составлен план технических мероприятий по ремонту и дальнейшему безопасному использованию береговых объектов. При этом свою исконную функцию причалы больше выполнять не будут и, скорее всего, останутся в качестве берегогребительных сооружений. Следите за новостями на телеканале НДС РБК. Редактор субтитров А.Семкин